МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из Красноярска в Чебоксары в наш город мигрирует комбайновое производство. Упущенные возможности. Почему не все родители оформляют компенсацию оплаты за детский сад? Празднуем вместе. Национальная радио Чуваши готовится к юбилею. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Локомотив экономики Республики. Так называют строительную отрасль. Как этот самый локомотив тянул в прошлом году? И что сделать, чтобы набирал скорость в будущем? Говорили сегодня на расширенном заседании коллеги Минстроя Чуваши. Одно рабочее место в строительстве дает шесть рабочих мест в смежных отраслях. Каждый вложенный рубль превращается в 10 рублей роста валового регионального продукта. Утверждают эксперты. По итогам двух последних лет Республика занимает лидирующие позиции среди региона Привовского федерального округа. Я хочу это озвучить. Ввод жилья на одного человека в прошлом году составил 0,67 квадратных метра. Только вот каждый квадратный метр жилья обходится простым обывателем примерно в 40 тысяч рублей. Что, конечно, дорого, отметил глава. Так или иначе, отрасль развивается. В 2013-м в Чувашии произвели больше строительных материалов и конструкций, чем в 2012-м. Кроме того, теперь не нужно ввозить в регион облицовочный кирпич. Его начали производить прямо в Чувашии. Кстати, в прошлом году активно не только строили, но и капитально ремонтировали. Отремонтировано 126 домов общей площадью свыше 433 тысяч квадратных метров, которые проживают более 19 тысяч человек. На указанной цели было направлено более 266,5 миллионов рублей. Еще в 2013-м в республике начали создавать специальную систему капитального ремонта. В нынешнем ее планируют довести до ума. На фоне общего подъема индекса промышленного производства в январе машиностроение Чувашии показало всего 66% к уровню прошлого года. Это следствие негативных тенденций 2013-го. Затоваривание и сокращение спроса на продукцию предприятий концерна «Тракторные заводы». На этот год прогнозы более оптимистичные. Уже предпринят ряд мер, которые позволят вывести производство на качественно иной уровень. Что нового на «Промтракторе» журналистам республиканских СМИ рассказали и показали сегодня. В пресс-туре побывала и наша съемочная группа. Разговоры о том, что концерн собирается перевести комбайновое производство из Красноярска в Чебоксаро, перестали быть разговорами. От слов уже перешли к делу. Под руководством красноярских специалистов завершается монтаж производственных участков и оборудования. Уже изготовлены первые части комбайнов. На данном участке производится кабина серийной техники для «Промтрактора» компании, то есть под маркой «Четра». А также для сельхозтракторов это обычная агромаша ТК-3050, а также ТК-85. И на данный момент на этом участке производится выполнение, скажем так, под будущий контракта «Никарагуа». Ровно 70 лет понадобилось, чтобы вернуть эвакуированное в годы Великой Отечественной войны производство в центральную часть России. Именно здесь эта сельскохозяйственная техника наиболее востребована. Больше того, произведенная в Чебоксарах, она обойдется покупателям на 1,5-2 миллиона рублей дешевле за счет сокращения транспортных расходов. Однако это единственное, что изменится. Качество останется по-прежнему высоким. Все-таки комбайн собрать, его регулировать, настроить – это некий процесс, который требует внимательного отношения. И опыт специалиста, который сейчас на обкатке мы показали, завели машину – это асы по настройке, по регулировке машины. С развертыванием комбайновых мощностей увеличится и количество заказов у агрегатчиков. Выходить новая техника будет под брендом «Агромаш». И первым ее баллом станет третий открытый чемпионат России по пахоте, который пройдет в июне во Владимирской области. Елена Кальперина, Регина Кубайкина, Александр Петров. Республика. В 72 субъектах России есть пригородные железнодорожные перевозки. В Чувашии – пять пригородных маршрутов. В прошлом году 743 человека воспользовались таким видом транспорта. На 2014 год установлен тариф 24 рубля за 10 километров. При этом экономически обоснованный – 36,5. Остаток должен компенсироваться из республиканского бюджета. В прошлом году на эти цели было выделено 52 миллиона рублей. Об организации пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в 2014 году сегодня говорили на видеоконференции министра транспорта России с главами регионов. В 2014-м компания «Содружество», которая осуществляет пассажирские перевозки в нашем регионе, установила цену в 61 рубль. При утвержденном тарифе для пассажиров – 22 за каждые 10 километров. Выпадающие доходы составят в общей сложности 146 миллионов рублей. По словам министра транспорта России Максима Соколова, в федеральном бюджете на субсидирование региональных пригородных перевозок запланировано 25 миллиардов рублей. В 2015-м уже 16 миллиардов, а затем выделение средств прекращается. Затраты на пригородные перевозки полностью лягут на бюджеты регионов. Глава Минтранса рассказал также, что на федеральном уровне утверждена методика расчета обоснованных затрат в сфере перевозок. Но не все ее используют. Федеральный министр назвал регионы, в которых низкая компенсация. Чувашия возмещает железнодорожникам 22%. Это тоже немного, по мнению Максима Соколова. О том, что предпринимается в республике для оптимизации процесса и поиска компромисса, расскажем в ближайшее время. 8 из 10 особо тяжких преступлений совершается в нетрезвом виде. Под действием алкоголя изменяется до неузнаваемости моральный облик человека. Притупляется интеллект. Рост потребления спиртных напитков всегда провоцирует рост преступности. Особенно таких тяжких деяний, как изнасилование, избиение, кражи и убийство. Профилактика – один из лучших способов борьбы с зеленым змеем. Сегодня в незапланированный рейд по питейным заведениям Чебоксар отправился народный контроль. Бар, расположенный в жилом доме на проспекте 9-й пятилетки, не только нарушает покой жителей дома, но и мешает работе соседних магазинов. Разбитая дверь сразу сигнализирует о том, что ночью здесь неспокойно и крайне небезопасно. В нашей работе постоянно мешают такие заведения. К нам люди боятся просто заходить. Вот вечером здесь стоит толпа, пьяные, неадекватные. И мы не можем как бы и работу свою продолжить, а в выходные дни здесь просто ужас. Они вот здесь даже вот висят на этих перилах, пьяные люди. Невозможно. Показать документы представителям органов власти администратор бара отказалась. Пока женщина суетливо набирала номер владельца заведения, народные контролеры во главе с депутатом городского собрания проверили условия работы бара. Если бы здесь были, производились какие-то дискотеки, какие-то развлекательные мероприятия, это было бы понятно. Здесь стоят бочки с пивом, какие-то игровые автоматы непонятные. Что это за игровой автомат? То есть его когда надо включают, когда надо выключают? То есть это очень много нарушений. Мы этот объект тоже должны дальше проверить, что мы с ним будем делать. Потому что здесь также продается алкоголь в густонаселенном пункте проживания. Круглосуточно. Такого не должно быть. Провести более тщательные проверки председатели делегации обещали и в других заведениях столицы, которые уже вызвали нарекания и претензии со стороны горожан. Ирина Клементьева отметила, что основная цель рейда – спасти молодые семьи от распада, виной которому пьянство. Молодые люди приходят в бар, в котором пропивают все семейные сбережения. Это настоящая беда современного общества. И закрытие заведений, в которых алкоголь можно купить по доступной цене и в любое время суток – один из способов борьбы с ней. Я прошу всех горожан, которые знают такие объекты, точно так же с народным контролем выходили, обращались тоже сами, потому что весь город не объедешь, а все, кто видит такое безобразие, мы, люди, должны все сделать, чтобы закрывать объекты. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. Какие планы удалось реализовать в прошедшем году, какие задачи ставятся в наступившем? Сегодня в Ленинском районе подводили итоги 2013-го. О работе администрации отчитался Владимир Филиппов. В рейтинге тем по-прежнему лидирует ЖКХ. В Ленинском районе, как ни в каком другом, много жилых домов с большим сроком эксплуатации. В рамках муниципальной программы капремонт и ремонт дворовых территорий отремонтировали 25 многоквартирных домов, привели в порядок и внутриквартальные дороги – почти 39 тысяч квадратных метров. Обустроили 32 детские площадки, 14 автопарковок. Не менее серьезные планы и на следующий год. На 2014 год запланировано ремонт дорог внутриквартальных на сумму 20 миллионов рублей. Строительство 42 автопарковок на 488 машиномест на сумму более 13 миллионов рублей. Установка малых архитектурных форм на 28 дворовых территориях на сумму 3 с лишним миллиона рублей. Сегодня же в Чебоксарах торжественно открыли Год культуры. О том, что ждут работники отрасли столицы Чувашии, мы расскажем в нашем выпуске завтра. Деньги лишними не бывают. Думаю, с этим выражением вряд ли кто-то поспорит. Тем не менее, как показывает практика, компенсацию платы за детские сады оформляют не все родители. Почему так происходит и как это может сказаться на городской казне, узнавала наша съемочная группа. Егору 5 лет он ходит в старшую группу. Компенсацию родительской оплаты его мама оформила сразу, как привела ребенка в детский сад. Так как у Анастасии есть еще и дочь, школьница, только к родителю двоих детей ей положена компенсация в размере 50%. Для семьи это очень существенно. Тем более, мы снимаем один раз в год деньги, и получается, как бы накапливается приличная сумма, и потом мы тратим их на ребенка. Ну, что он хочет там, куда-нибудь там игрушки или еще что-то там. С января 2014 года один день ребенка в детском саду обходится родителям примерно в 91 рубль. В месяц набегает около 2000. Если в семье один ребенок, то компенсируют родителям 20% оплаты. В месяц это сэкономит для семейного бюджета 382 рубля. Для тех, у кого двое детей, экономия составит уже 50% или 955 рублей. Ну, а если трое, то и все 70% или 1338 рублей. Чтобы получить деньги от родителей требуется заявление, справка о составе семьи, документы, удостоверяющие личность, копия ИНН и договоры с детским садом. Казалось бы, и перечень документов не слишком внушительный, и средства приличные. Однако до сих пор есть те, кто компенсацию не оформляет. В месяц сумма не такая существенная получается. Но вот, возможно, мы все-таки оформим компенсацию, потому что за год, в принципе, набирается какая-то приличная сумма. На данный момент тех, кто еще думает, отказывается или вовсе не нуждается в подобных мерах, осталось 10%. В связи с повышением родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях у руководства города вопрос по компенсационным выплатам стоит в приоритете. Ежемесячно проводится мониторинг семей, которые не получают у нас на сегодняшний день компенсации. И затем продолжается работа, индивидуальная работа с каждым родителем. Приходится объяснять, говорить, что эта процедура не так и сложна. Между тем, отказ от компенсации вполне может повлиять на бюджет не только семейный, но и городской. Дело в том, что деньги на эти цели выделяет федеральная казна. Если средства осваиваются не в полном объеме, то в следующем году их в город может поступить меньше. А это, в свою очередь, может аукнуться не только на компенсациях, но и, к примеру, ремонте детских садов. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. Сегодня коллегия Мининформполитики подвела итоги работы Министерства средств массовой информации и IT-сферы за 2013 год. В начале коллегии наградили журналистов и работников отрасли, чьи успехи были наиболее заметны. По словам министра информполитики, работа наших журналистов высоко оценена на региональном и федеральном уровнях. 10 изданий получили знак «Золотой фонд прессы», 12 – благодарность за проведение эстафеты Олимпийского огня и участие в отраслевых конкурсах министерств. Одно из достижений, которое в век информационных технологий удалось приумножить – повышение тиражей изданий. Например, в «Аллатарской райгазете» уже в первом полугодии 2014-го тираж увеличился почти на 500 экземпляров. Теперь новая цель. Коллектив старается работать над качеством газеты и подачей материалов актуальных, злободневных, значит, в плане увеличения количества подписчиков и подачи материалов в качественном характере. Одна из главных задач местной прессы не только отмечает достижения, но и обозначает проблемы. Любой сложный вопрос легче решить всем миром. Однако в последнее время наметилась тенденция – читатель стал менее активным. «Одним из важнейших достижений прошлого года стал запуск новой радиостанции национальной телерадиокомпании «Таванрадио». Главная задача сегодня – сделать радио популярным и востребованным. Проведена оптимизация сети учреждений средств массовой информации. На базе издательского дома «Хабар» создан медиахолдинг, в состав которого вошли 16 чувашскоязычных республиканских газет и журналов. В конце декабря издательский полиграфический комплекс «Чуваша», который был государственным иммунитарным предприятием, реорганизован в открытое акционерное общество. По данным исследования, которое провел гуманитарный институт, впервые печатную прессу потеснил интернет. Он наряду с телевидением стал одним из источников информации для жителей Чуваши. На территории Чувашской республики расположено 1720 населенных пунктов, в том числе 573 населенных пункта, численностью населения от 250 человек и выше. Территория Чуваши закольцована оптоволоконными каналами связей и полностью покрыта сетями мобильного интернета. Доступ в интернет позволяет всем жителям Чуваши не только вовремя узнавать последние известия, но и получать услуги в электронном виде. На едином портале госуслуг сейчас зарегистрированы больше 42 тысяч человек. Это третье место в ПФО. Среди главных задач ведомства создание геоинформационного портала, который является основой для формирования и развития инфраструктуры пространственных данных Чуваши, а также сети постоянно действующих референсных станций. Татьяна Молокова, Олеся Русакова, Евгений Анисимов, Республика. А национальное радио Чуваши работает уже пять лет. 25 апреля у радиостанции небольшой юбилей. В свой юбилейный год радищики запустили проект «Дни национального радио в районах Республики». Марафон начали с Чебоксарского района. Наша съемочная группа отправилась вместе с коллегами. Семь групп и у каждой своя тема. В администрации Чебоксарского района радиожурналистов закрепили за специалистами различных отделов. Новости краеведения интересуют старшего редактора радио Розу Деменцову. Редактора Родиона Архипова – военно-патриотическое воспитание. Он посетил урок мужества в одной из школ района. Владимир Егоров освещает на национальном радио Чуваши темы сельского хозяйства. Рината Волкова делает молодежные программы. Алина Ерасимова – детские. Проще говоря, каждый работал на своем поле. Валентина Громова вместе со специалистом по опеке навестила приемные семьи Чебоксарского района. Олег Прокопьев, начальник продюсерского центра радиовещания, отправился в гости к народным умельцам. Поговорить с глазу на глаз со своими радиослушателями журналисты собрались в Доме культуры поселка Новое Отлашево. В основном из уст жителей Чебоксарского района звучали слова благодарности в адрес редакторов радио. Также радиослушатели пожелали творческому коллективу национального радио Чуваши делать больше передач, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма среди молодежи, вести пропаганду работы на селе. Мы с утра до вечера слушаем национальное радио. Мы и детские слушаем, вот когда просыпаемся. У меня ребенку очень много всяких песен нравится, все слушаем там. Ну, можно сказать, все нравится. Вот Череренту Хаганза Максим очень нравится. Оказывается, они не только готовят программы, но и прекрасно поют. Играют на музыкальных инструментах. Своё творчество радиослушатели продемонстрировали на сцене Дома культуры. Поддержать национальное радио Чуваши пришли и известные исполнители чувашских песен. Я удивляюсь над тем, что сегодняшняя молодежь, которая к ним пришла, такие интересные программы делает. Действительно, это подвиг в какой-то степени. Вот они делают так, чтобы и молодежи было интересно, и пожилым, чтобы ослушалась. И все слушают, и все радуются, что у нас есть Чувашское национальное радио. Спасибо им. На подведение итогов дня выступили директор национальной телерадио компании Чуваши Александр Магарин, глава Чебоксарского района Алевтина Исаева и глава администрации Георгий Егоров. Целую неделю в эфире национального радио Чуваши будут выпуски из Чебоксарского района. Следующий пункт назначения – Урмарский район. Это пять лет с радиослушателями, это для нас тоже праздник. Это какой-то итог нашей работы. Вот и решили организовать такой марафон – День национального радио в районах нашей республики. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. Завтра в канун Дня защитников Отечества в Чебоксарах выберут самого лучшего папу. В этом году конкурс пройдет в восьмой раз. Среди участников конкурса – депутаты, учителя, работники заводов. Но на сцене они просто папы. Не каждый день увидишь, как серьезные, строгие в работе и нередко скупы на эмоции мужчины поют, танцуют и показывают себя с самых разных сторон. Финал конкурса состоится в филармонии 18.00. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Пану, с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова